Ленинград Александритовый, Москва Рубиновая и Северный полюс, чистый бриллиант. Ничего подобного не существует в мире до сих пор. Это создавалось в эпоху пятилеток. Драгоценные пазл собирали в общей сложности 700 человек. Карта из самосвета в площади почти 30 квадратных метров должна была произвести фурор на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке. Так и вышло, но уже год спустя Советский Союз начал разрушаться. Подвела основа из текстолита. Материал был передовой, но крайне ненадежный. 98 секций для каждой собственный ящик, обитый мягкой тканью. В таком виде карта ездила на выставку, а теперь отправляется на реставрацию. В очереди на ремонт Чукотка, Камчатка и Заполярье. Очень вовремя они уже начали терять условные обозначения. Отвалившиеся изумруды, которыми были отмечены предприятия лесной промышленности, и алмазы, ими был выложен маршрут экспедиции Папанина, сотрудники музея бережно складывали в мешок. Несмотря на то, что она перевозилась на эти выставки, и демонтировалась потом в Эрмитаже, и перевозилась в наш институт, долгое время хранились нагрузки ее драгоценные, особенно камни в сейфах, ничего не пропало абсолютно. То есть это вот случай, я бы сказал, наверное, в наше время, может, даже удивительный, но это факт. Тем временем в царском селе в знаменитой янтарной мастерской резчик Александр Харламов снимает скальпелем рубиновые звезды. Именно карте обозначали административные центры. Каждую он начистит зубным порошком, а саму карту, где горы, яшма, а моря лазурит, отполирует. Текстолитовую основу заменит итальянским сланцем. Слабые места этого материала в том, что он со временем впитывает влагу, теряет свои конструктивные особенности. Происходит деформация материала. То есть его выгибает, сгибает в разные стороны. То есть здесь середина выпущена, края опущены по-разному. До этого мы смотрели фрагмент, там наоборот. Середина у нас провисла, края поднялись. После реставрации каждый фрагмент карты станет тяжелее на 7 килограммов, но в целом это только облегчит музейное содержание уникального панно. Мы ему простили работу, чтобы они только пришли, пыль протерли, полюбовались нашей работой и ушли. Тем временем в Большом зале Музея Всероссийского геологического института возвращают на место Сибирь. Самое сложное – совместить железные дороги. Фрагменты заменяют по одному в течение последних пяти лет, и в следующем году реставрацию, скорее всего, завершат. После чего карта, как и 70 лет назад, отправится на выставку в Америку. Теперь панно индустрии социализма будет отражать не достижения промышленности, а успехи реставраторов. Есть у него и научные перспективы. Для создания карты были использованы алмазы, из месторождения которых уже нет. Это были первые камни из тех, что нашли в Советском Союзе. Кстати, институт реставрирует минеральную карту на свои средства. В принципе, она одна может заменить едва ли не половину экспозиции геологического музея. Юлия Васильева, Георгий Фоменко, Сергей Эстлер и Ольга Потапенко. Вести Петербург.